Здравствуйте! Следующая наша тема, которую мы будем изучать в течение нескольких уроков, это цикл. На прошлых уроках мы изучали условные операторы. Как мы помним, они нужны, чтобы разветвлять программный поток на 2 или более. На этих уроках мы тоже будем менять программный поток, но на этот раз за счет создания цикла. А именно, достигнув определенной точки, программный поток не потечет далее, а вернется на одну из прошлых точек. Тем самым он будет повторять определенный кусок программного кода вновь и вновь. Этот кусок будет ограничен двумя точками – входом и выходом из цикла. В языке C Sharp существует 4 команды для реализации цикла. Наш сегодняшний урок будет посвящен команде while. Или, если перевести дословно, то выйдет что-то типа «до тех пор пока». Например, до тех пор, пока пользователь не ввел отрицательное число, программа продолжает получать от него различные числа. Входом в этот цикл будет просьба ввести пользователя очередное число, а выходом будет условие число, которое он ввел, меньше нуля. Ну ладно, меньше разговоров и больше практики. Итак, сразу же после команды while в скобках идет условие, так же как в операторе if. Цикл while будет выполняться до тех пор, пока верно это условие, то есть равняется true. Обратите внимание, команда while сосредотачивает в себе сразу же и точку входа и точку выхода из цикла. То, что следует после команды while в фигурных скобках, это тело цикла, то есть тот программный код, который будет выполняться до тех пор, пока условие в скобках верно. Если условие цикла всегда будет равняться true, то такой цикл называется бесконечным. Программа будет крутиться в нем до тех пор, пока ее насильно не закроют. Давайте рассмотрим простой пример. Условие нашего цикла это нам меньше 10. Тело нашего цикла это распечатка слова hello. Но так как нам имеет фиксированное неизменное значение равное единице, то условие будет всегда равняться true, потому что единица меньше десятки. Таким образом мы получим наш бесконечный цикл. Давайте посмотрим, как это выглядит. Как-то так, если бы тело цикла было чуть посложнее, то мы вполне могли бы нанести в нашей операционной системе или информации, хранящейся на диске, серьезный урон. Чтобы прерывать бег зависшей программы, нажимаем Ctrl-C. Это был пример того, как не стоит делать, ведь у каждой программы есть какая-то цель, а цель всегда конечна. Поэтому бесконечность в программировании неуместна. Значит нам нужно сделать так, чтобы условие в цикле рано или поздно стало неверным. Увеличивая нам каждый раз на единицу, рано или поздно мы добьемся того, что он станет равным десятке. Если мы сейчас посчитаем количество слов hello, которые распечатал наш цикл, то получим 9. Им настолько потребовалось переменной нам, чтобы добраться до десятки и превратить условие цикла в неверное. Если мы изменим его на меньше, либо равно 10, то получим 10.